Старинная церковь В селе Травянское, построенное в 1848 году, молчит с 30-х годов XX века. Колокола сняли по приказу новых властей, и не столько по идеологическим, сколько по экономическим причинам. В храмовых колоколах большевики, как когда-то Петр I, видели так необходимый им цветной металл. В Травянском еще живы воспоминания о том, как это было. Рассказывают, что один из тех, кто сбрасывал колокола, смеялся, «Пусть меня Бог накажет» и ослеп. Помнят по уральским селам и другие истории. Время церковь изрядно потрепала, но не уничтожила. Нынешней осенью вниз стали проводиться субботники. Сельчане своими руками выносят мусор из церкви и прилегающей к ней территории. Все верят, церковь будет восстанавливаться. Настанет час и вновь прольется по деревне колокольный звон. Так вышло, что судьбу Юрия Смирнова определили родительские гены. От отца художника досталась страсть к рисованию. Юрий Николаевич отдал иконописи 14 лет жизни. Его рукой расписаны три храма под камен с Куральским. Над восстановлением своего родного Покровского работает до сих пор. С другой стороны, от матери певицы у него талант иного рода – музыкальный. Проявился он не случайно, когда Юрий Николаевич, уже человек в летах, поступил на службу в сельский храм. Звонарное дело, это как-то оно так незаметно подошло ко мне, просто необходимо стало нам звонаря здесь на приходе. Я попробовал и вот как бы утвердился на этом. Раньше о звонарном деле Юрий Николаевич и не помышлял. Отслужил 20 лет в пожарной охране камен с Куральского, вышел на пенсию, после чего посвятил себя иконописи. И вышло так, что храм остался без звонаря. А потому, по благословению настоятеля, все работники прихода прошли своего рода кастинг на должность звонаря. В их числе иконописец Юрий Смирнов. Я бы не сказал, что так я особенно быстро начал схватывать. Я где-то через полгода только начал более-менее так прилично звонить. А некоторые сходу уславливают. Ну это может быть какие-то музыкальные уже у них данные, способности. Если он на ударных установках на гитаре брякал, у него легче будет. Терпение и труд в нашем деле главное, уверен Юрий Николаевич. Получив кое-какие навыки от опытных звонарей, он принялся оттачивать мастерство сам. Придумывал новые композиции, экспериментировал с ритмом. Пригодилась ему и муштра, полученная на пожарной службе. Храмовая звонница глядит с высоты 22 метров. Этот путь, длиною в несколько пролетов крутых лестниц, звонарь преодолевает не по одному разу в день. Причем очень быстро, дабы не пропустить время звона. Если человек спортивный, это ему легче, конечно, дается. Потому что колокола дергать нужно резвым, не сонливым. Там надо быть таким резвым, чтобы быть в ударе, чувствовать наплыв, легкость в теле должна быть. Сегодня ветер большой, и колокола не так звенят, потому что относит звук. Женщина-звонарь для православной церкви как минимум исключение из правил. Так что Ларису Чебурко в каком-то смысле можно назвать феминисткой. Впрочем, не женским делом она занимается скорее по необходимости. Восстанавливать храм начали недавно. Прихожан по пальцам пересчитать, а уж о приходском звонаре и говорить не приходится. В ожидании такового на звоннице и заправляет Лариса. Не сказать, что я звонарь. У нас тут все звонари. То есть кто свободен, у кого есть время, тот на колокольник заходит. К пику общему мнению, знающие люди утверждают, у женщин звон получается даже лучше. Они терпеливые мужчин, оттачивать свое мастерство готовы часами. Но самое главное, по природе своей более чувствительны. Колокольный звон вкладывают всю свою душу. Мне кажется, любой человек. Было бы желание духовное как-то. Это все-таки духовное миссие, как мне кажется. Азы звонарного дела Лариса Михайловна постигала также самостоятельно. Советовалась с опытными звонарями, читала книги, слушала записи церковных звонов. Отслужив два года на звоннице, она, тем не менее, хорошим звонарем себя не считает. Возможно, сказывается свойственная ей скромность. Тем временем, в женском полку звонарей ожидается пополнение. Есть свои все-таки помощники. Помогать нам пришли. Две Катерины. Мы их называем Екатерина первая, Екатерина вторая. Потому что отличить не знаем как. Впрочем, звонарное дело и правда, работа не для нежных. Требует оно серьезной подготовки. Недаром в епархии звонарей в шутку относят к элитному подразделению. И называют церковным спецназом. Дмитрий Бажанов – главный звонарь Екатеринбургской епархии. По себе знает. Узнать звонаря можно, только взглянув на его руки. Они у звонаря сильные и обветренные. Звонарь должен быть не только верующим человеком, что это в первую очередь должно быть. Не только обладать чувством ритма, музыкальным слухом, но и иметь хорошую координацию и физические силы. Потому что если колокол весит, к примеру, полторы тонны, то можете сами посчитать. Язык должен весить 1,16 на 20-й часть колокола. Поэтому нужно уметь звонить и ногами, и руками, и очень долгое время, причем на морозе. Звонарь и правда круглый год на свежем воздухе. И ветер всегда дует ему в лицо. Дело в том, что на Урале, как правило, дуют западные ветра. А место звонаря на колокольне также обращено на запад. Впрочем, непростуда звонаря пугает. Со временем человек закаляется и к холоду привыкает. Главная опасность в самом колокольном звоне. Его сила такова, что слышен он за десятки километров. Сам же звонарь при этом рискует лишиться слуха. Раньше звонари защищались тем, что затыкали уши свечками. И сегодня методы защиты почти не изменились. На смену свечкам пришли обычные наушники. Если в небольших храмах это и спасает, то в храме на крови сложнее. Когда звон бьется с четырех башен колоколин одновременно, создается эффект, что называется, звук вокруг. В данный момент только на одной из башен не располагается колокол. Есть люди, которые желают отлить, там будет висеть самый большой колокол. Сейчас еще решается ли 8 тонн, он еще больше. Если новый колокол будет отлит, то он с лихвой побьет предыдущие рекорды и станет нашим уральским царем среди колоколов. Май 2003-го. К недостроенному храму на крови доставлен уникальный набатный колокол весом в 5 тонн. По традиции он был окрещен и получил имя святого покровителя Андрей. До сих пор колокола подобного веса на Урале не изготавливали. В Екатеринбург гигант прибыл из колокольной столицы Урала, города Каменска. Раз, два, три. 20 лет назад Николай Питков получил диплом металлурга в Уральском политехе. И тогда же начал отливать свои первые колокола, арендуя помещения на Каменских заводах. Теперь отстроил свой собственный, маленький, но уютный. В его стенах отлиты колокола для знаменитого собора Василия Блаженного в Москве, городские куранты для Ярославля и Великого Новгорода. В общем, слава колокольного завода звенит по всей России. Мы переживаем на сегодняшний момент в России бум, бум колокольный, как бы, по меркам Европы. У них нет работы, а у нас вот больше ста церквей в год отливается. Такое время, к сожалению. Ломали 20 век, сейчас восстанавливаем. Легенда приписывает создание первого колокола итальянскому епископу Павлину. Дело было в далеком 4 веке. Однажды, солнечным летним днем, он шел расстроенный неверием людей в Бога. И вдруг услышал чарующие звуки. Это били полевые колокольчики, которые колыхались от ветра в такт звону. Очарованный Павлин приказал в тот же день отлить их в металле. Как гласит легенда, так и появился колокол по образу и подобию цветка. На Русь секреты отливки колоколов дошли лишь спустя 500 лет. По обычаю древнерусских мастеров на отливку колоколов приглашали девушек. И металл будто бы принимал чистый девичий голос. А так рождаются колокола в нашем 21 веке. 80% меди и 20% олова. Классическая формула колокольной меди. Жидкий металл заливают в специальные формы и оставляют застывать на несколько дней. Кстати, раньше и этот процесс сопровождался ритуалом. Под мастерье пускали по округе самый нелепый слух. Считалось, чем дальше распространится новость, тем громче будет звон отлитого колокола. Но от легенд вернемся к технологии. Пока медь застывает, за работу берутся художники. Русские колокола, они традиционно красиво должны быть украшены. И на них по традиции пишутся дарственные складные записи. То есть, какому храму, от кого, кому. То есть, мы пишем очень много на каждом колоколе. Вот. И... Причем на разных языках. И на грузинском, и на армянском, и на английском. Для русской церкви за рубежом в Америке, допустим, или в Канаде. Даже недавно ушел на храм, введение во храм Престой Богородицы, русский православный храм, но в Японии с иероглифами. И мы все боялись, чтобы кверх ногами не расположить. Традиция давать колоколам имена святых, украшать ликами и текстами из Библии, также пришла из глубины веков. У заводских мастеров накоплен целый банк заготовок. Чаще всего, говорят мастера, заказывают изображение столь чтимого в православном мире Николая Чудотворца. Но есть и необычные заказы. К примеру, совсем недавно поступил заказ на изображение адмирала Ушакова. Сначала этому все удивились, потом узнали. Заказчик, меценат из Оренбургской области, сам носит фамилию Ушаков, и у себя на родине строит храм имени легендарного адмирала. И когда мы ударяем, все должно звучать четко и отчетливо. А это, возможно, то, что скрыто в данной геометрии, в данном профиле колока, в данных размерах, толщине стенок, может проявиться только при безупречной металлургии. Бронза при одинаковом химическом составе может вообще не петь. Те же 20% олова в осень с меди, а она не поет. Прежде Николай Питков в церковь не ходил. И только заинтересовавшись литьем колоколов, пошел за помощью и благословением к священникам. Построенный колокольный завод в свое время осветил владыка Викентий. Тем не менее, высшего духовного смысла в своей работе Николай Питков не видит. Говорит, то, что происходит под его руководством, ничто иное, как металлургическое производство и чудес в стенах завода никогда не происходило. Настоящую жизнь колокола обретают только на храмовой звоннице, потому как наряду с архитектурой, иконописью и церковными песнопениями – часть храмового искусства. И только в рамках богослужения колокольный звон приобретает свой сакральный смысл. Петропавловскому храму, где служит Лариса Чебурко, больше двух с половиной столетий. В советское время ему, как и другим церквям, изрядно досталось. В нем располагался служебный гараж совхоза «Рассвет». Удивительно, но старая деревянная колокольня, расположенная над куполом, сохранилась. Чтобы она зазвучала, потерянные колокола искали по всему Каменскому району. С трудом нашли. И с первыми звуками благовеста в храм потянулись прихожане. Знаете, когда заходишь, бывает настроения нет. Что-то дома может, какие-то дома свои, неурядицы. А когда на колокольню заходишь, забываешь обо всем. И какая-то радость, удухотворение такое приходит духовное, смирение духовное. Сейчас это смирение духовное. И уже спускаешься, слава Богу. Ты все забыл, всем простил, сам себя облечил. Между тем, благотворное влияние колокольного звона на здоровье и душевное состояние человека – не предрассудки, а доказанные наукой факты. Ученые доказали, что тембры, чистота колокольного звона влияют на весь живой мир. Издавна было замечено, что его боятся мыши, крысы и даже насекомые. Не вынося колокольного звона, многие переносчики болезни убегают подальше от церкви и населенного пункта. Не случайно. Его так любили наши предки. Труп алюминиевого завода таким копотью тянуло. Я еще подумал, когда звонить начал, как-то неудобно будет звонить, что это копоть. И когда благость начал, удары, мерный удар, большой колокол. А потом нечаянно взглянул и увидел, что вверх пошел, хотя ветер в нашу сторону, весь дым пошел кверху. То есть вот даже, мне кажется, воздух расчистился вот этим самым, от удара в ковок. Я к этому только отнес. Спустя век колокола вновь поднимаются на звонницы. Происходит это так же повсеместно, как и тогда, когда их снимали. И уже мы видим, как складываются судьбы тех, кто колокола воскрешает. И как столетия назад, независимо от того, кто и во что верит, пристально приглядываемся к этим людям. Купола и звонницы заброшенного храма видно издалека. Куда и на что пошли колокола с его звонниц, неизвестно. По слухам, из них отлили котлы для столовой в райцентре. Разрушенное здание, конечно, восстановят. Отреставрируют фрески, повесят лампады, установят алтарь. Наконец, отольют колокола. Внешне похожие на старые. Но неизвестно, когда за них возьмутся руки хорошего звонаря. На освоение мастерства, о котором в России было забыто на десятки лет, у нынешних звонарей очень мало времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok